Кухня как лаборатория для научных опытов. Простые эксперименты с подручными средствами, которые есть дома у каждого, продемонстрировал доцент химтеха Юрий Марфин. В университете сейчас проходит Всероссийская научная конференция. В аудитории учителя химии, физики, биологии со всей страны. И все они здесь для того, чтобы научиться учить. Ну это родители наследственность, само собой. А от учителя, я считаю, зависит все. Потому что, понимаете, если учитель, человек творческий, он будет разнообразить формы обучения. Он будет их вывозить постепенно за рамки школы. То есть мы едем, вот видите, на эти мероприятия, конференции. И, конечно, детям предмет наш очень интересный. Когда спрашивают в школах, вот какой предмет вы любите больше всех. Химия, несмотря на то, что трудно изучить предмет, но называют дети химией. Чтобы химия со всеми ее формулами, таблицами стала любимой и интересной, важно правильно преподать ее школьнику. Например, разнообразить уроки нехитрыми экспериментами. Берем средство для очистки канализационных труб и добавляем в него шарики из фольги. В колбе начинается экзотермическая реакция, при этом выделяется водород. Надев на горлышко колбы воздушный шар, можно наблюдать за тем, как он будет надуваться. Делать это стоит лишь ради науки. Ну или любопытства, потому что шар увеличивается в размерах крайне медленно. А вот еще один эксперимент, который можно проделать дома или на уроке. Высыпаем соду, зажигаем свечи. Затем добавляем к соде уксус. Начинается выделение углекислого газа. И свечи зажечь больше не получится. Ведь даже для такого эксперимента уже нужен лабораторный журнал. Уже нужен халат. Уже нужны все атрибуты настоящего научного исследования. Вот. С помощью коробки из-под торта, трех свечек, соды и уксуса мы сделали научное исследование. А можно на кухне приготовить коктейль. Только не обычный, а химический. Получается очень красивая и даже аппетитная субстанция. Вот только пить ее нельзя. Коктейль готовится из малинового сиропа, жидкого мыла, воды, масла и ацетона. И это не пустая трата еды и бытовых веществ. С точки зрения химии, это не просто коктейль, а целое поле для научных открытий. А будут ли они расслаиваться, если их перемешать? А если просто оставить, сколько он будет стоять и вот в таком вот расслаиванном состоянии? Или он смешается? А можно ли использовать какие-то другие вещества для приготовления такого химического коктейля? Вот. Готовые тематики для исследовательских работ. Все это также можно проделать у себя дома, у себя на кухне. Впрочем, с такими экспериментами на уроках тоже важно не переборщить. В химии ничего не лежит на поверхности. Нужна усидчивость. Ребенка можно заинтересовать опытами, но на очень небольшое время. Потому что они воспринимают без знания химии опыты эти, как фокусы. Вышел за дверь, забыл. Наша цель, чтобы они не просто посмотрели, не просто увлеклись опытами, а проникли в сущность этого вещества, в сущность химических процессов. Чем учителю удивить или заинтересовать ребенка 21 века во времена компьютерных технологий? Наверное, чем-то очень простым. Например, пригласить в выходные самых увлеченных ребят к себе на кухню и вместе, как следует, похимичить. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.